всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале в новом 2022 году как правило в начале каждого месяца я делаю расклады немножко в ином формате до руки карты но сегодня мне захотелось начать новый год новый месяц с расклада где вы видите меня я вижу вас чтобы наполнить вас своей энергетикой поделиться своим прекрасным настроением специально делать сегодня такое желтенькое да что-то ну для меня во-первых теплые а во вторых просто поднимает настроение на дне колоды колесо фортуны сегодня сегодня я буду делать для вас немножко необычный расклад и идея идея к этому раскладу пришла следующим образом у меня есть один продукт который я никогда не рекламирую ну наверное просто потому что не очень хороший продажник и с маркетингом как-то наверное не очень дружу так вот когда-то я в прямом эфире рассказывал про это это медитативные сказки мой авторский продукт аналога такого нету вот действительно нигде нету я не встречала хотя создавала я этот продукт давно и давно называется он медитативные сказки но сейчас не об этом наверное если вам будет интересно да то ближайшем эфире я более подробно на об этом расскажи как ни странно в если вы перейдете по ссылке до под этим видео мои услуги там этой услуги нету вот я не знаю почему я ее не рекламирую вот она на самом деле очень классным так вот в одной из таких сказок который была посвящена скорее всего изобилию до плодородию вот и задача этих сказок лучше себя узнать вот просто через немножко иной формат был один такой вопрос касательно герба и вот я вспомнила об этом и мне захотелось сделать аналогичный расклад и назвала я его следующим образом как вы уже видели да если бы вы были рада начальником династии то какой бы вы герб себе выбрали и это знаете не случайно не случайно есть определенная связь между как называет тотемными животными есть тотемное животное определенного клана племени рода где вы впервые так скажем да наверное вступили на землю вот и как раз таки эти животные изображаются но на некоторых гербах вот сейчас более подробно и не буду просто у меня знаете у меня мысли идут в другую сторону и я немножечко не могу сфокусироваться в плане того что что вам говорите что нет и поэтому мне интересно было бы узнать даже для себя вот если бы я создавала герб до своего рода например на своей династии не рода династии скорее всего да для своих потомков который бы изображал либо имел какую-то смысловую нагрузку по характеристике и качество людей которые проживают моей семье то чтобы я выбрала вот и как обычно прежде чем я начну расклад почему обычно потому что я конечно же полезла в википедию до чтобы понять а что же значит герб да как там описан если одним словом то это отличительный знак а если немножечко более расширена то согласно опять-таки википедии до герб в переводе с польского означает скорее всего берет до корни из польского херб либо с немецкого rb и означает наследие так вот герб это визуальный то есть существующий прежде всего в виде изображения опознавательный знак подвид эмблемы составлены и употребляемые по правилам геральдики да то есть есть такая дисциплина древние служащие для отличия владельца личности семьи рода населенного пункта и так далее от других да то есть это некая такая некий такой отличительный знак да как можно было понять одного рода одной семьи личности от другой до чтобы было как-то отличать кстати согласно опять-таки википедии это как это эмблематика да я потому что это под вид им бле в россию пришел в семнадцатом веке всего лишь да то есть достаточно недавно вот и я когда знаете начала искать думаю нет не буду я лезть в эти дебри да а так поверхностно просто посмотрю почему потому что меня сразу потянуло до в понятие что такое геральдика до чем она именно как дисциплина занималась вот ну конечно же мельком я просмотрела о том что изначально были четыре если я не ошибаюсь цвет то есть геральдика она занимается как раз таки тем что чтобы это некий такой язык до визуальный который создает гербы что именно будет изображено на гербе то есть какие символы знаки может быть животные цвета да но кстати цвета они подбирались больше по эстетике нежели какой-то вот смысловой нагрузки да для меня это было очень так знаете удивительным на самом деле то есть и в начале было всего четыре цвета которые использовали в дальнейшем расширили их стало 7 вот но ладно с этим можно искать если вам будет интересно любопытно вы сами все загуглите поищите меня вот как-то заинтересовала эта тематика и так как обычно три позиции 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие камешки камешки тайм-коды есть а мы с вами давайте приступим будем смотреть на колоде темного света и что именно мы с вами посмотрим да наверно какой бы герб выбрали скорее всего энергетику какую бы вы вложили да потому что я не могу вам сказать чтобы там было изображено да но вот чисто энергетически какой бы посыл был здесь можно было бы посмотреть наверно пришло приступим отодвигаю позиции номер один голубенький камешек вот боязно хорошо что скажет карта что скажет карта честно даже правильного просто сформулировать какой никакой герб вы себе выбрали а как бы то по-другому как-то спросить энергия давайте начнем с энергии до вашего герба какая бы была энергия вашего герба ну рыцарь кубков да сразу герб был бы благородный мне здесь знаете цвет спрашивал про герб да сразу информация пошла такая вот очень интересная значит герб был бы наверное такого нежно-голубого может быть бирюзова но я не совсем уверена может быть даже такого перламутрового цвета белого-голубой что-то такое вот перламутровый почему-то мне идет но энергия энергия герба по рыцарю кубков да сразу мне идет благородство я не знаю как можно было благородство изобразить на гербе но однозначно это было бы знаете как там связано именно с благородством с честью знаете вот с какой-то доблестью что-то такое аристократическое да и при этом вот как-то слово честь до слова долг как-то вот не идет что-то такое почему-то здесь бы был герб как-то вот ну дворянских каких-то кровей до королевских дворянских каких-то таких кровей то есть это не не был бы ей там герб серп и молот или еще что-то такое да а это вот было бы именно связано как-то с дворянством именно с понятиями такими знаете чести и слова да я сказал я сделал когда люди не бросаются словами на ведь это когда четко отдают отчет тому что они говорят здесь энергия идет очень умных людей но здесь больше идет не про философию а здесь ну то есть про мудрость а здесь скорее всего больше про точные науки энергия знаний очень много военных военные вот какая-то такая энергетика еще какая сила данного здесь вот не знаю то ли здесь из-за того что на карте изображен до рыцарь кубков да то есть он рыцарь вот у меня как-то вот идет такое что-то знаете с доспехами что-то с таким вот благородством да как например там орден тамплиеров то вот что-то такое однозначно энергия любви и милосердия да однозначно энергия покровительства энергия защиты более слабых почему-то мне идиотка целительная какая-то энергия да то есть вот мне показывает не знаю может быть само слово наводит на то что это вот какой-то там не знаю 14 17 может быть век вот и мне показывают картинку когда везде болезни до эпидемии как панукла чума да и вот как-то такие благородные но при этом немножко обнищавший да так скажем замок какой-то до который вот берет под свое крыло нуждающихся людей да вот типа знаете создать создание какой-то вот больницы но не больницы здания вот именно как будто бы вот один отведено некое такое крыло в этом замке да в этом огромном просто это огромное помещение под именно помощь нуждающимся людям да знаете вот причем даже не только больным но вот то здесь может быть и крестьяне были на ну то есть ниже сословия людей нуждающихся вот и поэтому здесь вот какая-то целительная такая энергия идет именно с любовью еще идет энергия таких знаете вот людей которые собирались как этот клуб по интересам людей которые собирались именно знаете некая такая интеллигенция но здесь интеллигенция это не высший класс да это не высшее какое-то сословие а это вот такое вы знаете ощущение что-то выше рабочего класса и ниже очень богатых вот это какой-то вот там не знает четвертое сословие вообще-то в принципе их три да но здесь вот как будто бы какой-то такого четвертая отдельная категория интеллигентов которые 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 знаете остались знания у которых остались культура которые дорожат знаете какими-то книгами очень важными да те которые действительно несут какое-то вот наследие последующему поколению да вот благодаря им все это сохраняется поэтому я сказала какой-то клуб по интересам вот здесь вот энергия именно таких людей интеллигентных которым знаете как то вот я бы сказала как хранителей которые хранят информацию для того чтобы как-то знаете передавать другим людям но здесь не учителя здесь именно люди которые хранят и вот знаете такое большое количество людей собирается единомышленников которые собираются для того чтобы обмениваться я не знаю какими-то знаниями люди которым просто интересно побеседовать это тот круг в котором можно найти знаете вот аристократию людей которые в разных направлениях искусства да там и писателей по этой и художники и драматурги то есть люди искусства вот знаете как-то вот перемешку показывают на эти как как министры но однозначно это нельзя сказать что это прям крупная такая рыбешка но в то же время нельзя назвать этих людей каких-то знаете вот средний какой-то класс да то есть это даже не рабочие вот здесь энергия вот таких людей то есть если бы вы что-то изображали своем гербе то то однозначно вот эти вот силы они бы им как смысловая нагрузка были бы были бы внесены ваш герб чтобы вы хотели чтобы было нарисовано семерка жезлов знаете вот здесь вот сложно вот вы бы столкнулись сложностью почему потому что семерка жезлов это все-таки карта никого такого ожидания до ожидания какого-то результата то есть здесь скорее всего создание вашего герба но бы заняло не один года мне хочется сказать да то есть здесь возможно были бы какие-то вот трудности сложности когда ищешь мастера хочешь донести до него информацию тех знаков символов которые хотелось бы чтобы они были изображены и вот что-то то не получается найти мастера то как-то надо подождать в общем здесь энергия времени однозначно либо здесь вы каким-то образом было бы изображен почему-то мне показывают время до виде песочных часов и обязательно циркуль вот циркуль как инструмент который отмеряет да вот отмеряет то ли время то ли измеряет углы вот как как-то так почему-то вот что еще было бы изображено то есть какие-то знаки символы согласно тех энергии которые я вам описала четверка мечей знаете вот здесь что-то чтобы показывала а бесконечности времени до а бесконечности о как-то знаете вот смерть но смерти вот именно в контексте долгосрочности да вот время как то что вот время бесконечно да что смерть это лишь какой-то вот переход либо какие-то символы которые бы изображали на какой-то вот продолжительность во времени да что этот род он как будто бы будет либо этот отличительный герб человека семьи который будет на протяжении вот какого-то долгого времени да как мы говорим во все времена до фраза вот здесь вот что-то такое связанное с временем либо что жизнь бесконечно да что нету смерти вот как-то это было бы не знаю может быть бы изображали бабочку да которая вот превращается из кокона вы выходит бабочка то есть червяк превращается в бабочку так у червяга гусеница вот здесь какое-то вы знаете преображение было бы изображено что еще было бы изображено согласно тех энергии десятка кубков однозначно все что я сказала про дворянство про благородство про какие-то знаете не десятку кубков а шестерка кубков вот какая-то чистота да возможно вот лилии были бы изображены да как символ знаете благородство каких-то вот королевских кровей но при этом как-то это сказать есть какое-то падение да вот был высшим сословие как-то вот более низшей да как мы говорим да падший аген вот он вроде бы и агил да но он падший вот здесь вот что-то такое тоже было бы изображенном но однозначно и именно чистота вот как как бы вы эту чистоту изобразили не знаю может быть белым цветом может быть как лилия но что-то такое благородство да что еще было бы изображено у вас на гербе аркан влюбленных аркан влюбленных как знаете здесь наверное какая-то двойственность была бы да то есть если бы выбирали цвет почему-то мне показывают знаете вот как белый и черный да вот этот щит щит защитную рыцарь и был щит вот он как будто бы делится на как крест на четыре квадрата и вот здесь вот как как шахматная до что-то шахматная доска вот черно-белый черно-белый вот здесь что-то такое да у вас тоже было бы это как и двойственность как изображение некой двойственности что жизнь знаете здесь ощущение того что вы бы донесли смысл того что жизнь это как вот череда черные и белые полосы да что вот она бесконечно то здесь смысл скорее всего вы бы вкладывали касательно жизни что такое жизнь как бы вы это визуально изобразили что было бы характерно вот прям чтобы было бросалось глаза отличительная черта знаете печо пятерка мечей а некая такая воинственность может быть был бы изображен меч обязательно меч какой-то не кортик не сабля а вот именно меч такой благородный на что-то там такое вот что-то такое воинственное да как например вот в тройке мечей да когда три меча входят в сердце вот что-то здесь было бы такое какое-то холодное оружие однозначно было бы изображено хорошо а если бы было какое-нибудь животное то что какое животное было бы двойка кубков знаете либо лебедь почему-то мне птица показывает больше здесь не про животное либо как-то вот не пеликан а какая-то другая птица почему-то не индейка идет либо голубь вот что-то такое было бы изображение знаю почему индейка хвост показали но это не павлин это и именно белого цвета то есть либо голубь белого цвета либо лебедь что-то такое вот именно белого цвета какая-то птица была бы нарисована хорошо что еще мы могли бы сказать о отличительной черте вашего герба да вот чем бы он отличался от других чем бы он отличался ну десятка кубков это было бы знаете какая-то семейная такая традиция то что было бы знаете вот характерная причем буквы были бы на гербе знаете какие-то такие заглавные которые бы я не знаю как то вы знаете какая-то вот буква либо две буквы скорее всего вашей фамилии да то есть вот как будто бы знаете дети в этой фамилии они должны были бы как будто бы начинаться с какой-то вот одной буквы конкретной и это было бы знаете ну например там первого мальчика в семье надо было там я не знаю называть на букву а к примеру вот и вот какая-то такая традиция да что причем эта буква она должна была в имени звучать ребенка начинаться с и это имя должно было начинаться этой буквы как некая такая традиция отличительные черты то есть это не все дети были бы с этой буква вот именно какие-то вот есть особенные там например там седьмой сын седьмого там я не знаю поколение как-то вот что-то такое либо первый сын в семье либо там младший я не знаю вот как какой-то отличительный ребенок да и вот это была бы какая-то традиция то есть у кого есть это имя сразу можно было отличать что этот чем этот ребенок был бы вы выдающимся да то есть вот как-то такое ну вот так так показали карты не знаю насколько вам единички идея понравилась вот но так бы мне показали хорошо переходим ко второй позиции красненькому камешку какие энергии у вас были бы дан в гербе сначала энергии энергии которые вы бы вкладывали как родоначальник да то есть не ваша семья вот именно вы если бы создавали свой герб какие бы энергии вы бы хотели изобразить сначала энергия потом то что там будет изображено энергии сначала покажите мне энергии о удивительно 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 почему потому что выпадает эрофант эрофант хотя нет не удивительно просто я помню кто у меня по двойкам вот но это вот еще и еще одно доказательство того что не нужно привязываться позиции здесь мне показывает эрофан да знаете вы хочется сразу сказать как символ книга вот книга бы вам показали но здесь смысл энергии не как человека ведущего а вот именно как верующих и вот все что связано знаете как то вот с традицией семьи вот если семью энергию вообще институт семьи можно было как-то символично изобразить да ну например как у эрофан то есть до два ключа на карте внизу изображены вот какая-то отличительная такая энергия когда вот на нее смотришь и ты сразу понимаешь что здесь идет отсылка к семье вот например как у у врачей до чаша и змея обвевает а ты сразу понимаешь что это либо там я не знаю как этот аптека до либо вот как отличительная черта медицины вот здесь если есть как как отличительный знак здесь если бы можно было какой-то знак сделать вот здесь именно связанное с традициями вот что-то из поколения в поколение то есть вот семья семья энергии семьи семейные какие-то ценности да когда есть застолье когда есть вот знаете иногда смотришь фотографии показывают долгожители да которым да не знаю сто лет и у него там семь детей семеро детей десять детей сколько там внуков правнуков праправнуков и вот это вот семья все собираюсь потому что здесь очень показывает такую знаете вот большую семью прям огромные мне показывает корни скорее всего у вас на гербе было бы дерево изображено да как символ а как раз таки укорененности да вот именно семьи еще какие энергии кроме семьи одну книгу я сказала здесь какое-то знаете вот уважение уважение к старшему поколению а вот мне просто показывает все время какого-то человека очень взрослого мужчину с бородой который ну вот возможно да в этой хламиде где-то там есть на древний рим древняя греция что-то такое вот он вещает и причем он сидит где-то повыше и вокруг него есть молодые люди почему-то мужчины женщин я не вижу юные какие-то да либо среднего возраста мужчины и вот они очень внимают тому что он им рассказывает по и стоит причем знаете вот рассказы идут о каких-то путешествиях по морю мореплавать или может быть что-то здесь связано знаете вот даже не столько с торговлей хотя вот тоже мне ее показывают сколько здесь показано мореплавание какое-то вот открытие когда люди открывают открывают новые земли да либо какие-то вот путешествия но это не просто путешествие из города в город а здесь вот с какими-то знаете миротворческим что ли посылом когда приехали например в америку да и привезли катализм чтобы индейцы местные да вот как будто бы отказались от своего язычества да своей веры вот и приняли чужую веру вот здесь вот как странствие вот как колумб что-то такое показано либо вообще какое-то вот мореплавание когда именно идешь не то чтобы завоевывать здесь не не воинственная энергия а здесь вот именно открытие новых каких-то земель и вот это вот энергия да как не то чтобы первого открывателя а вообще по путешественников да она тоже присутствует здесь может быть знаете здесь такое ощущение что то ли сказочники хорошие были либо рассказчики да то есть люди которые умеют очень интересно рассказывать какие-то небылицы умеют знаете как сказки да хаджина средина путешествовал да из города в город и рассказывал как суфи и вот здесь знаете какая-то мудрость она присутствует но вот это вот больше м м здесь так интересно здесь мне не запад показывает хотя такое тоже может быть здесь почему-то мне больше что-то такое восточное либо показывают как они называются северные страны вот либо прям север-север скандинавы да вот прям северные совсем страны показывают либо где-то восток но однозначно не россия то есть здесь люди как будто бы путешествовали да либо куда-то сильно на север либо куда-то сильно на юг хочется сказать но это не африка однозначно это вот восток это индия это вот афганистан да это вот куда-то туда может быть марокко в общем здесь почему я рассказываю про именно эти страны да либо север либо юг потому что мне здесь показывают людей это вот ваши энергии да которые вы хотели бы показать потому что здесь с одной стороны идут путешественники а с другой стороны очень верующие люди да то есть здесь вот распространение как будто бы либо ислам либо идет вот какое-то язычество да то есть мне не идет ни христианство ни катализм да вот а именно либо язычество да вот прям север-север да в викинге что-то такое либо это идет вот прямо именно ислам и здесь энергии как раз таки верующих путешественников и людей у кому очень важны семейные ценности какие еще энергии здесь есть колесо фортуны смотрите великие арканы на самом деле энергии такие которые создают вашу жизнь тоже они очень сильно влияют да то есть вот колесо фортуны это колесо опять-таки да как показатель путешествий путешественники странники пилигримы энергия кочевников но вот смотрите опять-таки даже если кочевники они вот как будто бы знаете вот семьями да эти монады да которые вот передвигались либо это степи были какие-то да там семьями передвигаются люди вот какой-то клан что-то такое с кланом связано то есть здесь не один человек странствует здесь вот именно семьями и вот эти вот понятия ценности они у вас важны причем знаете такое ощущение что энергии у вас и очень такие изобильные богатые но как-то вот такое вот получается что как было раскулачивание да вот вы постоянно теряете деньги вот забирают да как только может быть в вашей жизни такое тоже есть знаете вот зависть какая-то что зависть дует вашему изобилию вот вы настолько здесь мне показывают какой-то вот именно азию да в древности какие-то азисы вот где есть каменные какие-то такие дома да вот как сад очень много цветов сады прям очень важные сады вот это вот фонтан и лето жарко и где-то знаете там дети бегают и женщины и мужчины как-то отдельно сидят чей гоняют и вот здесь знаете как будто бы вот в одночасье да как-то теряете то ли из-за войн то ли каких-то набегов и вот вынуждены да все оставить и уйти и вот куда бы вы ни пошли да даже в другое какое-то место все равно начинается вот это вот изобилие да то есть вы с нуля можете создавать все что хотите я имею ввиду финансовом аспекте то есть знаете вот у вас такая энергия благостная что даже если вы сейчас куда-то я не знаю переезжаете в какой-то новый дом да вы обязательно создаете какой-то вот уют и комфорт как-то вот все время умеете как-то приукрасить я не знаю может быть какие-то вещи статуэтки картины мне показывают не важно стоимость важно что это так вписывается очень красиво в интерьер вот чувство вкуса но здесь не из того что человек эстет а просто из-за того что он изобилие то есть вот там вот где вы находитесь всегда есть вот это вот изобилие да всегда есть богатство да опять таки вот как знаете вот в дубае показывают да золото везде это золото уместно не уместно но вот ну ты понимаешь что это вот богатство солнце очень много солнца и золото вот здесь какое-то такое сочетание да удачи солнце золото богатство и при этом вот дороги 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 показывают мне вот такие ваши энергии а и эти энергии да вы бы хотели каким-то образом изобразить в своем гербе давайте я попробую посмотреть хотя бы какие бы цвета хотя опять таки я не знаю как это можно сделать но давайте посмотрим какие бы цвета у вас были ах выпал дьявол однозначно здесь красный красный желтый оранжевый вот ваши цвета это вот цвета востока я не знаю то ли вы любите этот восток вот есть да скандинавы но опять-таки знаете вот рыжие волосы вот что-то связанное с огнем либо это как я уже сказала это вот восток это золото это желтые желтые красные оранжевые цвета они бы обязательно были обязательно было бы как-то вот изображено пламя 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 я не знаю пламя согревающие пламя очищающие знаете костер как в древней греции да либо гефест да который был тоже создавал металлург металлург либо богиня как она по-русски то называется вестия хранительница очага не помню как она по-русски переводится вот что-то здесь с огнем с огнем поэтому цвет красный красный коричневый зеленый был бы зеленый желтый вот этот вот красный зеленый желтый ну и смесь да красного желтая дает оранжевый но здесь однозначно зеленый может быть вот коричневый что-то связанное как раз с землей с плодородием с изобилием ну и однозначно по дьяволу это будет красный хорошо какие фигуры символы как бы вы изобразили свои энергии обратите внимание третий аркан третий аркан великий какие бы символы были на этом гербе опять-таки великий аркан умеренность какие символы были бы знаете как то вот вода символы может быть что то было бы как то с кувшинами либо кувшинки как цветы либо что то с кувшинами знаете вот как живая вода и мертвая вода как бы вы это изобразили я не знаю но вот здесь вот вода либо фонтан как-то был бы изображен знаете как кит который такой вот крупный да как символ может быть плодородия то есть много того что много и вот у кита да вот это фонтан воды которым выбрасывает тоже вода была бы изображена либо что-то вот то что я говорила с медициной да связано чаша какая-то может быть кувшин чаша какая-то вот емкость была бы изображена что еще было бы изображено семерка кубков видите здесь кубки как раз таки вам обязательно нужно было бы изобразить что-то такое знаете какое-то божественное покровительство то ли ангел то ли облако ну в общем что-то должно быть присутствовать обязательно белого цвета как некое покровительство небес потому что вы верующий человек прям очень верующий я не имею ввиду веру или религию я имею ввиду веру там не знаю высшей силы в ангелов ну вот кто во кто во что верит здесь очень яркая проявленная такое знаете сила веры во что-то прям верующий человек не религиозно а вот именно верующие по крайней мере знаете человек который живет согласно каким-то вот правилам моралям и принципам каким-то традициям вот здесь какая-то структурность есть здесь есть покорность здесь есть поклонение каким-то силам чему-то такому высшему то есть знаете это не потому что вы это делаете что вас заставляют а вот здесь вот знаете как-то не знаю как приносит подношение там я знаю богини плодородия да к примеру либо для того чтобы был там каким-то силам люди поклоняются однозначно чтобы был дождь да давайте призовем все вместе дочь вот что-то здесь такое здесь язычество однозначно либо ислам либо язычество я не вижу какие-то другие энергии что еще в боевые изобразили смотрите здесь как-то бы душа была бы изображена вот я сказала высшие силы душа как-то память память о ком-то о чем-то может быть как-то почитание предков но это должно было быть изображено как-то там я не знаю к примеру дерево да как предки и например меч который лежит в корнях да как вот примирение смирение да как сложили оружие во имя там я не знаю предков вот как-то какое-то вот почитание да здесь идёт хорошо если бы это было какое-то животное либо птиц либо я не знаю какое-то существо чтобы смотрите здесь мне сразу я сказал существо мне сразу показывают либо дракон был бы изображен либо птица феникс была бы изображена дракон феникс здесь есть какой-то знаете если это степи орел может быть изображен либо не орел а сокол причем знаете вот как с этими шапочками которые им одевают на глаза такие знаете вот металлические вот сокол да здесь сокол был бы изображен потому что мне показывает как-то вот знаете что-то степное 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 да как чингисхан что-то такое то есть ли какое-то животное нет здесь знаете мне что показывает мне показывает больше мифические какие-то существа были бы изображены на вашем гербе я не знаю там сфинкс как их назвали то которые наполовину русалки наполовину девушки которые пели зазывали не помню сейчас уже вот что-то такое какое-то мифическое существо однозначно было бы изображено да вот как я сказала феникс единорог дракон либо здесь было бы сокол изображен медведь может быть да как символ как раз таки материнство силы медведь еще чтобы вы изобразили я не имею виду животное либо птицу что-то из семейства кошачьих но это не тигр это скорее всего пума да вот черная кошка именно черная идет здесь не пятнистая не гепард ничего вот именно черная кошка такая большая тоже как символ знаете домашнего огня укротили да вот это вот как-то вот независимость какую-то огонь и он тоже может не подчиняться до быть бесконтролируемым неконтролируемым и тогда он превращается в пожар вот здесь какое-то такое что-то какая-то сила которую укротили во благо какая-то вот одомашнивание но это не собака это именно кошка как-то вот свобода какую которую знаете вот как-то укротили что-то здесь укротили что что еще было бы да вот помимо цветов животных есть на калином знаки отличительные именно вот вашего герба дорогу вот опять дорогу до показывает восьмерка кубков опять дорогу куда-то вы идете как-то вот дорога была бы изображена не знаю может быть виде колеса и маг что-то здесь было бы со стихиями да вот какой-то символ как изображают стихии треугольником либо вверх вниз вот вы бы изображали здесь интересно здесь воздух нет но не идет больше земля и идет больше огонь удивительно удивительно почему там что двойкам вообще характерна вода но здесь вот не идет прямо земля и огонь а потом уже идет вода и последнее воздух ну что в принципе воздух как-то вот исключает больше идет огонь и земля вот плодородие и вот какая-то знаете жизнь что ли огонь как жизнь огонь может быть тоже да нарисовали бы еще что-то есть обязательно это был бы как-то вот этот герб на на флаге изображен то есть если в первой позиции у меня больше было как щит то вот у военных щит а здесь вот как-то флаг на флаге это было бы изображено то есть флаг и на нем герб и причем знаете как то вот на доме то есть ваш дом был бы если был бы этот герб он бы на флаге изображен он бы сразу выделялся знаете как как это в деревне вообще это дом председателя да вот что то такое это дом там я не знаю врача медика вот какая-то вот ваш дом бы он бы отличался вам вам говорили что вот это дом вот такого-то человека то есть не простой как отличительные черта да как представитель чего-то представитель какого-то клана да вот такая у меня позиция была для двоечек вообще интересно хорошо переходим к третьей позиции посмотрим что скажут в этом время сколько да а есть посмотри что нам скажут троечки все воды то мои масла выветрились я налила сегодня кедр и лимон так а добавлю сейчас стройка секунду не хочет капать ладно кедр у меня не хочет капать и так троечки давайте посмотрим вашу энергию сначала энергия вашего герба да сначала энергию мы смотрим энергия четверка жезлов а энергия праздника цветения вот мне сразу знаете хочется сказать что у вас были бы какие-то цветы и розовые розовые цветы энергия праздника энергия позитива энергия какого-то знаете вот веселья цветения праздник причем знаете вот праздник как свадьба да как вот украшают обязательно какое-то торжество его украшает цветами вот здесь вот энергия именно почему-то цветов каких-то вот украшений украшение не имеют то что мы носим украшения да а именно украшения помещения да как то вот цветение праздника это весна до весна ну теплое время не ранее весна поздняя весна где-то начало лета и прям знаете как будто бы здесь идет египет да как нил река нила и девушки так знаете вот в прозрачных туниках как-то собрались на на омовение вот здесь вот какое-то вот омовение идет да может быть ритуал потому что здесь идет смотрите не случайно масла я вспомнила да и хотела вот здесь вот как раз я какое-то такое знаете вот омывание масла масла какие-то фитны масла либо женщин как-то вот обмазываются какими-то кремами причем это все растительного происхождения как-то вот чтобы кожа не была сухой как это вот увлажнение что кожа была такая вот бархатистая приятная здесь вот и вот это вот вызывает знаете какой-то вот праздник как-то как как бы так сказать ритуал своего рода вот именно для женщин именно для женщин найти хранительницы какие-то вот мне показывают как знаете девственницы что ли какие-то вот собираются хранительницы каких-то кристаллов да вот прям древняя вообще атлантида что-то такое и вот они были каждая там девственница была ответ отвечала за какой-то кристалл часть этого кристалла эти кристаллы они входили в какую-то как этот как батарейка какая-то заряжающая да но не батарейка вот энергии вот эти вот кристаллы так как они были расположены они создавали какой-то вот источник энергии и вот каждая девушка она была ответственна за какой-то кристалл и вот здесь вот эта вот энергия как раз таки того что к это какая-то связь связь с кристаллом с энергией этого кристалла да не самим кристаллом а вот именно энергию которую он несет что еще какие у вас здесь энергии интересные такие но это не космические энергии нет это просто энергии более какой-то древней цивилизации прям вообще древний древний прям может быть здесь такое знаете что-то лемурийская идет ну вот прям прям к истокам вообще зарождение человечества на земле здесь энергии в такие я даже не могу их знаете как-то вот определить что это вот там земные либо космические вот здесь какая-то другая раса здесь здесь какая-то другая цвет цивилизация мне показывают и отсюда вот это вот праздник знаете вот именно почитание почитание каких-то знаете здесь не совсем боги здесь как это можно назвать вот как в астрологии например может быть в этой же ну вот и сейчас вы как-то занимаетесь астрологии потому что здесь идет почитание вот этот праздник он связан с почитанием я не знаю там сириуса каких-то созвездий но энергия она не космическая она это вот просто какая-то цивилизация и вот здесь вот это вот праздник до почитания подготовления к встрече здесь вот как-то вот выравнивание что-то астрономия астрология что-то здесь связано с небесными светилами но однозначно не луна ну то есть не не нашей вселенной не не солнечная какие-то другие не знаю там сириус плеяды какие-то другие созвездия здесь вот какая-то такая энергия идет связь что еще здесь вот поэтому цветы потому что знаете здесь идут цветы в понятия и растения вот что такое хер был да то что вот я читала в начале про герб как гомеопаты вот что-то такое связано с растением даст но здесь не не целительство как гомеопатия ну вот понятие знаете там ведьмовство какие-то отвары варит нет а здесь какая-то более более тонкая энергия да то есть причем здесь растения они живые какие-то вот как-то здесь собирается энергия из живых растений и живых кристаллов то есть мы не срываем цветы и тащим домой из них что-то делаем мы не берем кристаллы домой что-то из не делал нет а могут берем как будто знаете вот какая-то вот суть суть то то чем наполнено это и напитываемся как-то этой энергией вам не надо таскать домой вот эти вот предметы здесь как-то что-то такая энергия я помню что да мы говорили про герб но мне показывает вот какая бы энергия у вас была бы изображена на гербе еще какая энергия энергии в удовольствие наслаждение вот я говорю чтобы было четверка жезлов его девятка кубков то есть знаете вот как-то вот удовлетворение наполнением это однозначно как-то связано знаете с телом вот какое-то наполнение удовольствием тела что еще как-то вот удовлетворение да причем удовлетворение именно тела плоти но не здесь не какие-то вот животные инстинкции да то есть разврат и все такое нет здесь вот какая-то знаете глубокий такой смысл например как мне идет египет и япония да как понятие тела проекции что в теле например есть энергетические каналы на вот эти вот меридианы да здесь вот отношение к телу она вот как этот пунктуация называть на какие-то точки на теле специальная то есть каждая точка на теле да она за что-то отвечает здесь вот какие-то такие понятия идут энергия здесь однозначно на гербе было бы изображение вашего взаимодействия с энергиями но энергии здесь другие вот какой-то и древней цивилизации и вот у вас осталось еще это очень давно очень давно но в памяти вот какие-то вот воспоминания я вам сейчас говорю во что-то должно откликаться это вот прям я не знаю где-то на молекулах вашего днк где-то там прописано что где-то очень далеко давно в прошлом было что-то от той цивилизации вот в памяти вы как-то можете вспомнить может быть вам нравилось в детстве собирать гербарий какие-то там может бабочек может быть здесь вам нравится ходить в спа понимаете здесь не просто мы как-то вот приятно да здесь какой-то еще и смысл есть вот знаете целебности какой-то вот вы идете спа не просто так там сидеть день джакузи да и либо в баньку попариться это обязательно идет вот с каким-то например там банька значит это очищение каких-то там есть на каналов надо обязательно какие-нибудь свечи зажечь ароматические либо что-то то есть опять таки это не для эстетики а вот где-то как говорится на подкорке да вы понимаете что вам хочется этого до что вот так вот будет правильно поэтому здесь на гербе вы бы изобразили вот эту вот как-то за вашу связь с каким-то с какой-то очень древней древней цивилизации может быть знаете она настолько древняя что она как как это хочется сказать не то что она уже не существует вот где-то на информационном поле до где-то отпечаток и и есть то есть может быть это не обязательно даже цивилизация которая воплощалась в человеческую раз ну то есть в людей а просто это вот какая-то цивилизация которая есть в информации земли но в теле могут может быть они не площадить как будто вот какие-то вот посредники да вот что-то такое поэтому в гербе вы и это как-то связано именно с почитанием и уважением тело и как это то вот удовольствие удовольствие кайфа реально от своего тела вот вам может быть знаете даже вы иногда замечали за собой независимо от того мужчина вы или женщина да вот наносите я не знаю какие-нибудь масла либо крем да и вот вот вам прямо аж до мурашек вот хорошо приятно да то есть вот как-то вот возбуждает вот что-то здесь какой-то не знаю искать какой-то вот помазывание да вот прям прикосновение может быть вам еще нравится знаете прикосновение помимо массажа но это должны быть какие-то действия очень медленные да то есть вот если вы любите нежность вы не любите каких-то резких движений да прям там не знаю взял обнял потрясно как-то так нет а здесь должно быть такое знаете еле вот знаете когда берешь перышко и прикасаешься вот еле-еле заметно вот вы как будто вы чувствуете вы также еще знаете здесь когда вы находитесь на улице есть ветерок легкий и он вот прям прикасается к вашей щеке прям вот вы чувствуете да и вот это вас прям вот до мурашек доводят это прям очень приятно это вот я говорю это какие-то отголоски до воспоминания именно вот той цивилизации и так интересно потому что я помню что троечки у меня люди которые но любят вот изобилие да вот этот материальные блага но вот здесь вот это вот благо когда знаете материя в контексте здесь действительно материя духотворенная то есть ваше отношение к телу как хочется сказать как какому-то божеству и это правильно да то есть вот уход за собой и это правильно то есть вы понимаете где это что это правильно не потому что благодаря телу мы живем а вот какая-то другая более иная информация у вас здесь идет хорошо еще какая энергия у троечек было бы на гербе вот я сказала про материю до десятка пендаклей вот прям все что было бы знаете изображается с плодородием и финансами вот здесь вот хочется сказать может быть золотого тельца вы бы изобразили на своем гербе либо бык какой-то да вот что-то такое мощное этот буйвол какой-то вот что-то такое знаете как сила как сила материального вот земля земля идиуда да стихи земли и именно плодородие я не знаю как какой-то вот буйвол который осеменяет землю да вот второго шаманов есть белый буйвол вот и он на земле да везде орошает своим семенем белым и вот это вот прям как знаете как изобилие символы изобилия да вот здесь вот семя и мужской семьи и вот прям буйвол что-то такое как символ силы и одновременно богатство но материя еще расскажу не не низкочастотная а вот знаете у меня такое ощущение что вот у вас есть способность манифестации вот реализации своих желаний а именно материального плана да не духовно а вот именно материально вот хотите какую-то безделушку подумали его пена вас получилось знаете хочется сказать еще сорока почему-то да наверно любите какие-нибудь там блестящие ну там не знаю что то такое что блестит вот поэтому как у сороки то есть с одной стороны ушли от одного да мне показали сразу там перешли куда-то от египта мы уже пришли в наше время что такое блестящее как либо белое золото либо как этот алмаз на вот алмазы прямо это не камешки знаете как как человек который дрожит над этими алмазами не потому что он жадный а потому что энергия идет какая-то да вот почему блестящее потому что звезды и звезды далекие да вот этот вот блеск это вот вспоминание воспоминание у вас идет почему белое семя я сказала да орошающее потому что вот это белое как блеск да как напоминание той цивилизации звездной вот все что связано как ассоциация со звездами с блеском что-то такое холодное далекое вот здесь присутствует вот такие вот энергии энергия денег здесь не плоподородия изобилия а вот именно деньги деньги роскошь роскошь вот этот вот лоск вот это вот богатство хорошо что было бы изображено на вашем гербе вот мы сказали да энергия а что было бы изображено рыцарь мечей рыцарь мечей я не знаю что но вот у меня такое ощущение что я сказала да белое золото здесь было бы серия по серебряный ваш герб он как-то знаете что-то связано с металлом вот кстати металл он тоже до поблескивает металлический цвет когда в машине просишь что тебя машину покрасили металлическим цветом что такое серое переливающие вот здесь вот какой-то металл да вот ваш герб вы бы его сделали то есть первая позиция у нас был щит во второй флаг а у вас было какое-то вот металлическое то ли медальон то ли что-то вот здесь узнаете как медали когда вешать дан круглая а вокруг какой-то вот ну как бантик ленточка а у вас было бы что-то такое металлическое не знаю то ли доспехи то ли что-то металлическое и могу понять только это одевается либо это вот как-то как украшение скорее всего как украшение что-то вешать знаете вот как ордена как у короля вот здесь вот какие-то вот были что-то такое либо как в бывшем союзе были это что я вспомнила боже октября тогда вот эти вот звездочки а внутри ленин вот здесь тоже что-то такое только мне круглая показывает не видя звездочки а вот что-то такое металлическое серебряной именно наверное серебро любите что-то и либо белое золото не желтое белое либо что-то такое знаете вот если украшение кольца что-то такое что вот блестящее что такое переливающее кому-то может быть знаете 2 для детей брали вот эту вот лампочку ночник который создает знаете вот как-то крутится и создает вот этот вот купол до темные белый как как и звездное небо может быть вам нравилось ходить планетарий здесь мне тоже показывает хорошо что еще металлическая да мы поняли что это будет что-то круглое и металлическое причем круглая да как планеты круглая и металлическая как звезда напоминания хорошо еще что было бы на этом гербе сила здесь однозначно должна была быть сила показания силы как бы знаете это может быть какой-то луч луч изображен как сила но белого вот именно белого цвета да как как нет именно белый белый сила сила как что-то такое знаете сконцентрированная на одном чем-то что еще было бы изображено на вашем ну и верховная жрица вот я говорю верховная жрица знание смотрите сила и верховная жрица аркан силы окан жрица луна вот у меня здесь лунные люди как-то проходит луна что еще какие-то вот знания знаете причем здесь может быть как-то точками точками что это такое как точки я не знаю вот точки 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 то есть знаете какая-то гравюра да но не буквы а вот именно как-то знаете точки как это выдавливают как будто бы выдавливают на этом металле на серебре какие-то точки да то есть они либо вогнутые либо выпуклые какие-то вот эти точки они как-то вот знаете как этих для слепых есть алфавит вот они читаю да там как точки какие-то вот пальцем что-то такое было бы и это как-то кодированные это вот какой-то код что-то вы закодированные бы написали на этом причем это было бы написано в виде вот этих вот точек да как вот либо азбука морза да там какие-то вот такие как какой-то код а характерное обозначение да и причем даже вы сами могли бы и не знать смысл этого но вот это вот где-то опять таки идет оттуда что я сказал где-то на подкорке в вашем днк прописаны может быть эта цифра как-то выгравированного либо какой-то вот язык но неземной какая-то вот инопланетная к этот цивилизация и вот язык может быть как письменность не знаю что-то вот такое вот как знаете штрих-код есть только штрих-кодом по-другому но вот что-то закодированное должно было быть написано да какие-то знания цвет какой цвет был бы повешенный синий да здесь однозначно синие все его оттенки синего фиолетовый лиловый вот такие бы в гербе тоже были знаете как у колесницы аркана колесницы вот его колесница вот у вас скорее всего было бы изображена какая-то колесница как у аполлона да как бога солнца ра входящего вот он был на колеснице что-то мне здесь такое показывает опять к египту вернулись с то с чего начинали на хорошо цвета то есть здесь белый голубой лиловый фиолетовый синий потому как он называется электрик такой знаете синий не помню как называется но вот но необычный какой-то синий темно-синий все оценки неба так давайте скажу и белый все оттенки до белая уже сказала и серебристый на вот здесь серебристый все что связано серебристым хорошо если бы вы рисовали изображали согласно этим стихием какое-то животное либо какая-то птица и зная насекомое что было бы король пендакли виноградная лоза король пендакли как изобилие сказала животное на животное так вот животное либо птица нет у вас было бы животное да у вас был бы буйвол буйвол либо бизон бизон буйвол вот что-то такое быкообразно если так можно сказать да вот бык бы бык в редких случаях лошадь на какие-то вы знаете причем лошадь не лошадь такая тяжело этого не лошадь проживальская такая мощная нет а здесь был какой-то вот арабский скакун газельма может быть тоже была бы изображена да как вот символ красоты удовольствия тела газель газели или как их называют еще вот эти вот такие вот гибкие животные как прыгают ну может быть горный козел ну хотя вряд ли нет скорее всего от газель и вот все что связано с быками да как мощь сила природы вот прям заземленное что-то такое вы бы нарисовали еще был бы что-то такое что вот отличало именно вас в вашу семью вот ваших потомках чтобы то на этом гербе мастерство какая-то отличительная черта которая знаете имеет отношение к вашему мастерству да вот как будто бы не знаю что-то чеканешь вот как-то вот изображение того что вы мастер что вы мастер какого-то дела мастер какого-то дела причем знаете это может быть как дело связанные с руками так и дело которое связано как-то с интуиции что он говорили с энергиями вот это вот вы как бы как-то бы изобразили но например энергию как луч бы нарисовали до отличительное то есть вот знаете как там как отличительная черта вашей профессии вы как я говорила двоечкам да у медиков есть своя какая-то символика до чаша и змеи то есть ты понимаешь сразу что это медики а вот у вас какое-то мастерство именно связанные со знаниями вот здесь как-то вот не что-то с луной я не знаю может быть звезда да как пендакль вот пятиконечная звезда то есть какое-то вот мастерство связанные со знаниями здесь знаете здесь символ будет непростой здесь символ будет он может быть написан нет рунами это как-то слишком примитивно для этого здесь должно быть что-то такое более тонкая возвышенная но какая-то символика то есть здесь знаете символ связанный как-то с магией на какой-то вот магический символ но не ведьмовской видимо это вот прям это это совсем земная здесь другое здесь какая-то символика должна быть опять-таки знаете такой знак редко когда увидишь вообще на земле среди тех знаков и символов которые используются в эзотерике здесь какая-то я знаю может быть знаете символ расположения какого-то созвездия да вот как планеты расположены вот что-то такое здесь какие-то такие символы должны быть знаете как как путеводительная звезда путеводительная звезда как знаете вот у меня такое ощущение что здесь было бы создано вот как например там я не знаю большая медведица искали скольки звезд состоит раз два три по моему 7 да если я не ошибаюсь четыре пять либо шесть либо семь ну в общем я могу ошибаться не суть так вот здесь вы бы создали себе вот это вот то что я говорю да вот это вот как украшение как разки в количестве того созвездия которое для вас почему-то важно и вот мне показывает что знаете когда бы собирались важные члены вашей семьи ваши предки наоборот ваши потомки вот у каждого знаете как будто бы у каждого члена семьи было бы вот одна такая как-то и звезда и вот как будто бы здесь на столе знаете вот так вот их выкладывают они должны были но встраивать знаете как есть сердечко которое берешь и разрезаешь там пополам да и когда соединяешь и правду говорю получается готовое сердце так вот здесь вот мне показывают таким образом чтобы вот эти вот звезды которые будут у каждой семьи они как-то так должны были соединяться создавая какое-то созвездие и это было бы карта знаете карта к чему-то то есть вот там что-то было очень важное то ли это был какой-то знаете если бы эти звезды потом можно было они как-то соединялись очень интересно как магнит да как будто бы переложить на карту на нашу земную да они бы как будто бы изображали очень важные такие моменты как места силы где именно там можно ближе увидеть вот как будто вы знаете хочется сказать ваш родной дом вот то откуда вот вы пришли да вот это вот цивилизацию там где есть чтобы ей поклоняться как будто бы знаете вот как в каких-то местах пирамиды да вот где как пирамиды вот как какие-то такие строения древние которые являются как местом силы например как стон хейт да то есть вот там причем именно конкретно какое-то место где ты стоишь и ты видишь эту звезду которая соотносится вот именно знаете каждая семья имела вот эту вот звезду из созвездия и там прям вот эту вот силу да например одна там за материю другая семья отвечала например за наслаждение удовольствие там тела например целители массажисты к примеру там другие там занимались я не знаю традиционной медициной и вот каждая там где бы она находилась в конкретном храме вот это прям вот как найти как проекция небо вот этих звездах поэтому здесь у вас было бы что-то такое созданного бы что-то такое придумали так как карта карта мест силы на земле как поклонение вот этой вашей цивилизации представляете троечки на этом у меня все я просто к тому что даже если вы мне сказали придумать нафантазировать такое из какая у меня фантазия должна быть чтобы придумать такое вообще я в шоке до зависла я ну что мои дорогие вот такой был расклад я буду вам благодарны если вы напишите обратную связь обычно знаете да я редко когда прошу какой-то вот обратную связь я вас всегда благодарю за комментарий но редко прошу по поводу того насколько вам откликается вот мне вообще было бы интересно узнать насколько откликается то что я сегодня увидел и что это вообще было на то есть не кто-то может объяснить что я увидела сегодня что мне про транслировали первый расклад года ну прекрасно я хочу вам пожелать после такого волшебства я я в недоумении до нас какой понимаете хочу пожелать вам прекрасной недели отличного нового года пускай он будет таким же волшебным таким же мощным сильным наполненным как сегодняшний расклад информационным полезным побольше вам волшебства и прям знаете вот сила силы я прям почувствовала от расклада идет такая особенно третья позиция особенно такая мощь такая энергия это вообще заряд я не знаю на весь день я прощаюсь с вами до среды в обычном формате карты руки в пятницу я еще не решила какой расклад на какую тему я вам предложу возможно будем разбирать вопрос какое-то непонятие а вот вопрос только я еще не определилась вот а я с вами прощаюсь хочу пожелать вам всего самого наилучшего отличной недели всем пока пока